Если вы хотите узнать о новом спидометре на Advance Roleplay, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика я бы хотел вам сказать только одно. Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor находятся в описании данного видеоролика. Поэтому заходите туда, ознакомьтесь со всей информацией, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому если вас всё это заинтересовало, то во-первых заходите, во-вторых подписывайтесь, а в-третьих ставьте лайк или ставьте дизлайк, или ещё что-нибудь делайте. В общем-то это не важно. Меня многие знают как специалиста по обзорам на спидометры. Когда там в 2018 или в 2017 году я вот обозревал новый спидометр на Arizona Roleplay, потом я его не обозревал. Потом вот через ещё несколько месяцев, через возможно даже несколько лет я обозрел новый спидометр на Arizona Roleplay, который появится там знаете в новом лаунчере. Который можно будет там отследить, с которым можно будет сделать какие-то такие знаете ли манипуляции. Жалко конечно, что обзор на спидометр набрал всего 150 просмотров, это максимально знаете ли минимальное значение, которое вообще может быть на моём канале для обзора на спидометр. Потому что обычно он собирал там, я не знаю, просмотров 300, 4, возможно 500, там возможно ещё какие-то там, я не знаю, несусветные абсолютно точно просмотры. И там все вообще офигевали, слушай, а вот как у тебя это получается, поделись вообще секретом, типа а как ты делаешь все эти обзоры на спидометры. И сейчас видимо Advanced Roleplay поняли вообще, как нужно поступать, чтобы вот в GTA Samp сфере, в GTA Samp индустрии быть на коне, как такой знаете ли проект в GTA Samp. Потому что они выпустили новый спидометр, разумеется я такой знаете ли гуру хайпа в Samp сегменте. Я вот его теперь обозрею, то есть вот от начала до конца, как он вообще выглядит, что он из себя представляет. Насколько сильную информацию о, так сказать, скорости машины он может дать или наоборот не может дать такую вот знаете ли информацию. Потому что это тоже очень важно. Спидометр на GTA Samp серверах, я более чем уверен, игроки видят очень часто. То есть каждый раз, когда они садятся в какую-то, я не знаю, машину, в какой-нибудь там, я не знаю, интерьер заходят. В какой-нибудь там, я не знаю, мопед, арендуют велик, там велосипед. А все прочие вещи, они постоянно видят спидометр и вот вещь, которую они видят постоянно, на нее, я думаю, должны быть обзоры абсолютно точно всегда. Потому что без обзоров на спидометры у нас вообще не будет никакого GTA Samp YouTube, GTA Samp сегмента и вот всего-всего прочего из того, что вы только могли узнать в данной ситуации. Возможно, вы и не могли его узнать, то есть, ну абсолютно точно без разницы. Поэтому давайте мы не будем вот в данном случае заострять внимание на какой-то предыстории, на том, что там было, что там не было, что там еще вот как-то было, что там еще как-то существовало. Нам это абсолютно поебать, нам на это абсолютно точно похуй. То есть мы на этом заострять внимание не будем. Так вот, и Advanced Roller Play, в общем-то, выпустили новый спидометр. То есть, возможно, не то, возможно, там просто какой-то концепт от того, как это будет выглядеть, возможно, в будущем, когда это все выйдет на серверах Advanced Roller Play, это все будет выглядеть немного по-другому. Возможно, я не знаю, наоборот, оно будет выглядеть намного лучше, возможно, наоборот, оно будет выглядеть намного хуже. Но вот сейчас у меня есть вот такой, знаете ли, концепт, который был выложен в таком, знаете ли, желтушном журнале. Я думаю, что я должен обозрить данный спидометр абсолютно точно. То есть я буду не предвзят, при том, что вот, я не знаю, я играю на Arizona Roller Play, спидометр, который есть там, меня абсолютно точно устраивает, при том, что я играю не через лаунчер. Если бы я играл через лаунчер, то спидометр был бы еще лучше, я бы вообще мог, знаете ли, выбирать между тем, вот тот спидометр мне поставить или вот тот спидометр мне поставить. Новый спидометр, конечно, хорош, но это не отменяет того факта, что Arizona Roller Play донат машин для обозначения скорости. Поэтому давайте, вот, все равно, мы не будем на этом заостряться, то есть все понятно. Вот так, в общем-то, в скором времени будет или не будет выглядеть новый спидометр на проекте Advance Roller Play. Хотел сказать Arizona, но где Advance Roller Play, где Arizona? Да, раньше Advance Roller Play был, знаете, когда-то вот давно, в каких-нибудь, там, я не знаю, палеозойскую эру был топ одним проектом. Конечно же, там все заходили, все играли, всем нравилось, там, знаете ли, что-то делать, что-то фармить. Но при том, мод Advance даже уже тогда был достаточно скучный, который представлял из себя чисто, знаете ли, там, купить бизнес, или, там, знаете, сходить на капсы, или сходить в казино. Казино, кстати, на Advance Roller Play было неплохое. Вот как сейчас помню, там можно было поднимать какие-то миллионы, миллиарды. Я вот каждый день заходил туда, поднимал какие-то, знаете ли, вот эти вот все верты. Потом говорил другу, слышь, друг, я вот поднял, может, мы вообще на пару будем играть, будем, знаешь, сбивать число, и рано или поздно мы так поднимемся, выиграем миллионы. Я вот помню вот те, знаете, далекие года, которые были, это год, наверное, был 2016, может, 2017, и вот тогда прям было все максимально круто. Я вот помню, как я еще, знаете ли, продал все имущество, по-моему, это было на Advance Roller Play Шоколад, продал все имущество и пошел, знаете ли, в казино, и там все тоже проебал. То есть на Advance Roller Play Orange в казино мне очень сильно везло, а вот на шоколаде я что-то там постоянно все проебал, все сливал, и это уже как-то не особо круто было. Все эти ролики есть на канале под названием «Сдан Семен на английском», вы можете туда зайти, во-первых, пересмотреть все самп-обзоры, во-вторых, пересмотреть все выпуски «Выживание», то есть там я такой, знаете ли, маленький, еще очень зеленый, еще вообще ничего не понимающий, допустим, в спидометрах и во всем прочем. Так вот, а спидометр, который сейчас нам представляет Advance Roller Play, выглядит неплохо. Достаточно такой, знаете, неплохой минимализм, неплохое оформление всего этого спидометра и в целом, то есть все это выглядит более или менее нормально. Было бы еще неплохо, если бы вот эта, знаете, я не знаю как это, окантовка вот этого всего спидометра, она менялась в зависимости от того, на какой сервер мы заходим. Допустим, если мы заходим на Red, то вот эта вот, знаете ли, окантовка, которая в данном случае, она такая, знаете ли, оранжевенькая или, да, оранжевенькая тут окантовка, чтобы она, допустим, менялась на красный. Или мы заходим там на Advance Roller Play Green, она там, я не знаю, зеленая и вот все прочее. То есть, ну вот, прям, чтобы вот такое все было, а так, то есть, ну, все это нужно будет еще тестировать, все это нужно будет еще смотреть, а я, как бы, на Advance Roller Play забесплатно заходить не буду. И, разумеется, я думаю, что мои зрители также не играют на Advance Roller Play, а все играют, допустим, на Rezono Roller Play. Поэтому, как бы, можете оставить свое мнение из четырех слов или даже больше в комментариях к данному видеоролику. Там мы все это обсудим, все это посмотрим и по итогу придем к одному такому, знаете, логичному знаменателю из того, что вообще там выходит. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на Rezono Roller Play Phoenix, там, заходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь. Там уже, знаете ли, много человек подписано, много человек за ним следят, поэтому, если вы туда зайдете, то будет вообще замечательно. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok